Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары и так коротко о некоторых из них. Не только книги, но и встречи с писателями, лекции и концерты, как преображаются самарские библиотеки. 78 лет со дня окончания самого масштабного танкового сражения, которое изменило ход войны. В Самаре почтили память павших в Курской битве. Машина для поиска и вывоза раненых. На форуме «Армия-2021» представили новейшую военную технику. Оформить полис, не заезжая на станцию ТУ. В России начали действовать новые правила получения ОСАГО. Жаркое лето привело к росту водорослей в Волжской воде. Безопасно ли купаться? Не избы читальни, а полноценные информационные центры. В Самаре модернизируют библиотеки. Глава города Елена Лапушкина проверила, как идет преображение о помещении филиала центральной городской библиотеки имени Крупской, а также о филиале 14-й детской библиотеки. После ремонта туда можно будет приходить не только за книгами, но и чтобы послушать лекции, встретиться с писателями и даже увидеть концерты. Подробнее расскажет Андрей Горгуленко. Хранилище книг на пересечении Самарской и Маяковского по обложке судить еще рано. В филиале центральной городской библиотеки имени Крупской продолжаются ремонтные работы. Подрядчики завершили перекладку всех коммуникаций и приступили к отделочным работам. Начали стяжку пола, в ближайшие дни заменят окна. Кроме того, приведут в порядок и фасад здания. Все материалы приобрели, многие уже завезли на объект. Также в библиотеку уже закупили мебель и компьютерную технику. Ход ремонта оценила глава Самары Елена Лапушкина. Строим материалом у нас закуплено все на отделочный материал, а здесь на месте. Окропление все на месте. У нас сейчас осталось вот стяжка. А вот в филиале 14-й детской библиотеки внутренней отделочной работы уже в самом разгаре. В одной из комнат, где будут небольшие сцены для выступлений, развесили люстры, по всему зданию уложили напольные покрытия. Идет подготовка к установке мебели и технических устройств, компьютеров, проекторов и различной музыкальной аппаратуры. Здесь будут созданы комфортные условия для разноплановой работы. Здесь будут и встречи с писателями, и концерты, и индивидуальные занятия с детьми. То есть будут и камерные истории тоже продуманы, такие будут и места индивидуальные для чтения. Библиотеки станут не просто местом, где можно взять книгу, а полноценным информационно-культурным центром. Так, например, филиал 14-й детской библиотеки станет местом слияния разных культур народов по Волжье. И той, и другой библиотеки есть своя концепция, есть своя история. Эта библиотека на Ленинградской говорит о дружбе народов, многонациональности в Самаре. В любом случае, когда дети придут в эту библиотеку, они сами оценят. Модернизация библиотечной системы в Самаре ведется в рамках нацпроекта «Культура», основная задача которого – обеспечить максимальную доступность к объектам культуры. Закончить ремонт в двух учреждениях планируют уже в сентябре. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События. Огненная дуга. Или самое крупное танковое сражение в истории. 23 августа исполнилось 78 лет со дня окончания Курской битвы. Именно она стала решающей и переломила ход Великой Отечественной войны. Сначала Красная армия на Курском выступе отразила мощный удар отборных гитлеровских дивизий. Затем перешла в контрнаступление и отбросила противника на запад, освободив Орел, Белгород и Харьков. В Самаре на этой неделе почтили память героев той битвы и возложили цветы к вечному огню и горельефу скорбящей матери Родине. Это была крупнейшая танковая битва в истории. Память героев Курской битвы почтили сегодня в Самаре. Отдать дань памяти погибшим и воздать почести живым героям пришли и глава региона Дмитрий Азаров, глава Самары Елена Лапушкина, представители общественных и молодежных организаций. Они возложили цветы к вечному огню и горельефу скорбящей матери Родине. Полмиллиона жителей Самарской области по призыву Родины встали на защиту Отечества. Большая часть из них не вернулась. Вот это всенародное единство, которое было проявлено в Отечественной войне, оно как раз вклад каждого человека, каждого солдата, каждого отражения. С обеих сторон в Курскую битву было вовлечено более 4 миллионов человек, свыше 69 тысяч орудий и минометов, более 13 тысяч танков и 12 тысяч самолетов. Знает историю маленькая Аня. На площадь Славы приехала посмотреть на военное шествие, в котором принял участие ее отец. Папа работает в военном. Я люблю историю. Сегодня день Курской битвы. Важно помнить такие даты. Битва на Курской дуге продолжалась с 5 июля по 23 августа 1943 года. Ее окончание ознаменовало коренной перелом в Великой Отечественной войне. Немецкие войска навсегда утратили стратегическую инициативу. Андрей Горгуленко, Ольга Хомракулова, Константин Головин. События. Военнослужащие Центрального военного округа провели в Тольятти мини-концерт у дома 99-летнего ветерана Василия Козлова. В годы Великой Отечественной войны он проходил службу на Сталинградском, Юго-Западном и Украинском фронтах, а также на Орловской Курской дуге. Награжден орденом Отечественной войны второй степени, медалями за победу над Германией, за боевые заслуги, за оборону Сталинграда. Представители бригады специального назначения и ветеранских организаций поблагодарили участника войны за мирное небо над головой, вручили памятные подарки, а оркестр сыграл попури из знакомых военных мелодий. Зенитно-ракетная система С-400, ракетный комплекс «Искандер-М», тяжелая самоходная гаубица, новейший бронеавтомобиль для перевозки раненых и многое другое. Более 50 образцов новейшей техники представили на военно-техническом форуме «Армия-2021» в Рощинском. На торжественном открытии форума побывала Ольга Хомракулова. Безопасность и на земле, и в воздухе. На Рощинском полигоне стартовал военно-технический форум «Армия-2021». Свыше 50 образцов военной техники. Многие из них не имеют аналогов в мире. Зенитно-ракетную систему, тяжелую самоходную гаубицу, танк, бронетранспортер, боевые машины пехоты и другую военную технику можно увидеть в ближайшие три дня на военно-техническом форуме «Армия-2021». Желающие могут примерить на себя роль пилота, танкиста, посидеть в кабине бронетранспортера. Но самое пристальное внимание посетителей форума было приковано к боевому бронеавтомобилю «Линза». Впервые на форуме «Армия» представлены бронеавтомобили «Линза». Они предназначены для поиска сбора и вывоза раненых с поля боя. Такая бронированная скорая массы свыше 15 тонн защищает от пуль и осколков. На форуме «Армия-2021» можно увидеть не только боевую технику, но и оценить навыки военнослужащих. Здесь на полигоне для зрителей подготовлены в том числе форсирование водной преграды, практические действия военнослужащих. Впервые мы здесь на полигоне предлагаем, но безусловно будем учитывать подготовку, возрастные параметры. А также кто раньше служил в армии, есть офицеры запаса, солдаты сержанта запаса. Все с великим удовольствием попробуют свои навыки, которые они получили ранее при перехождении в военной службе. Мне понравились самолеты и танки, и вот эта вот пушка. Я на свет посмотрела и хочу быть военным. Форум продолжит свою работу в течение трех дней до 28 августа включительно. Ждут всех здесь, начиная с 11 утра. Вход свободный. Ольга Хамракулова, Василий Калдашов. События. Единовременную выплату 10 тысяч рублей уже до конца следующей недели получат более 30 миллионов российских пенсионеров. Речь идет о тех, у кого есть банковская карта. Ну а тем, кто получает деньги по почте, средства начнут приходить с 3 сентября вместе с пенсией. Всего, по данным Минтруда, разовые выплаты получат 43 миллиона пенсионеров, независимо от того, работающие они или нет. Эти деньги не будут учитываться при оценке доходов семьи и не повлияют на получение мер соцподдержки. Назначить пенсионерам выплаты по 10 тысяч рублей ранее поручил президент Владимир Путин. Также он предложил разово выплатить военнослужащим России по итогам этого года по 15 тысяч рублей. Материальную поддержку окажут жителям Самарской области, которые пострадали от крупных пожаров. Напомню, на этой неделе вспыхнули сразу несколько пожаров в регионе. В том числе загорелись деревья в нацпарке Бузулукский бор. Огонь уничтожил дома в двух населенных пунктах Борского района. Как рассказали в Минсоцзащиты, жители села Гвардейцы и поселка Немчанка могут рассчитывать на 4 вида материальной помощи. Из областного бюджета на первоочередные нужды начали выделять по 10 тысяч рублей на каждого члена семьи. Кроме того, жители, здоровью которых был причинен ущерб, получат по 50 тысяч рублей. От 50 до 100 тысяч рублей областные власти выделят каждому домовладению для восстановления потерянного имущества. Кроме того, из областного бюджета выделят дополнительные средства тем, кто постоянно проживал в Гвардейцах и Немчанке и остался без крова. Для того, чтобы решить эту проблему, принято решение выплатить денежные средства на восстановление жилья и на социальное выплата будет на приобретение жилья. То есть у нас получается, что мы оказываем 4 различных вида помощи тем людям, кто пострадали при пожаре. Сумма выделяемых на восстановление и приобретение жилья выплат рассчитывается, исходя из установленных в Борском районе нормативов. То есть за основу возьмут стоимость квадратного метра на одного человека. Нормативно-правовой акт о денежных выплатах будет подписан до конца недели и уже со следующей средства начнут поступать пострадавшим. В России начали действовать новые правила прохождения техосмотра и покупки полисов ОСАГО. Теперь они не привязаны друг к другу. Полис обязательного страхования можно приобрести без документа о прохождении ТО. При этом страховщики имеют право обратиться в суд и взыскать с автовладельца потраченные средства. Подробности в сюжете. Для получения полиса ОСАГО водителю не придется предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра. В России вступил в силу соответствующий законопроект. Заработал он с 22 августа, но приобрести полис по новым правилам можно будет только с 29 числа. По оценке Банка России это позволит упростить процесс заключения договора обязательного автострахования и сделает процедуру доступнее. Ну а по мнению самих водителей упростит им жизнь. Конечно для легковых автомобилей это будет нормальным. Потому что любой водитель, управляющий своим транспортным средством, он будет следить за своим техническим состоянием автомобиля. И что немаловажно, что сейчас на сегодняшний момент технический осмотр на новых автомобилей, оно все входит в гарантийное обслуживание. Водители смогут сэкономить как время, ведь только на сам техосмотр уходит в среднем час-полтора, так и деньги. Не секрет, что многие проходили осмотр автомобиля фиктивным. Поэтому наличие техосмотра чаще всего не гарантировало надлежащей проверке машин. Несмотря на то, что автовладельцы восприняли нововведение позитивно, есть и подводные камни, рассказывают эксперты. Страховка без диагностической карты в некоторых случаях может не сработать. Если раньше при заключении договора страхования вы на весь период страхования были обеспечены диагностической картой, то сейчас, наверное, многие автолюбители решат сэкономить и не будут проходить технический осмотр. Но следует отметить, что в законе имеется основание для так называемых регрессных требований. Если вы виновник ДТП и в случае, если на момент наступления страхового случая у вас отсутствует диагностическая карта или срок ее в действии стек, то страховщик, выплативший страховое возмещение потерпевшему, он имеет право предъявить к вам требования о взыскании всех тех расходов, связанных с этой выплатой. Как рассказывают страховщики, регрессивные требования – популярная мера. Их и раньше часто применяли к тем, у кого истек срок действия диагностической карты. Сейчас огромная масса вот этих исков от страховых компаний своим владельцам полисов ОСАГО, у которых недействительные полисы техосмотра или они закончились до срока действия полиса ОСАГО. И предполагается, что будет дальнейшая доработка закона, в котором уже в тексте будет указано, что право на регресс у страховых компаний, оно останется только в отношении такси и коммерческого транспорта, если не будет, соответственно, пройден техосмотр. Впрочем, уже с марта следующего года техосмотр планируют сделать обязательным, а за его отсутствие хотят ввести штраф – 2000 рублей. Однако в этом вопросе пока нет единогласия. Светлана Кудрявцева, Максим Гусев, События. Минимизировать нарушения и сделать избирательный процесс максимально прозрачным. Выборы депутатов губернской думы пройдут 17, 18 и 19 сентября на различных площадках. Будут работать 1785 постоянных избирательных участков и 17 временных. Помимо этого у жителей будет возможность отдать свой голос за понравившегося кандидата на дому. О том, как это будет организовано, расскажут наши корреспонденты. Главная цель – легитимность выборов. В Самарской области выработана практика надомного голосования под общественным контролем. Жители, которые не могут прийти на избирательный участок, имеют возможность заказать урну для голосования на дом. Но для этого должна быть уважительная причина. Например, плохое состояние здоровья или инвалидность. Общественный контроль – важный фактор, который обеспечивает соблюдение требований закона не только голосующих, но и избирательных комиссий. По действующим правилам надомное голосование предполагает участие в этом процессе представители избирательной комиссии в составе не менее двух человек и общественных наблюдателей. Они получат соответствующие удостоверения и будут сопровождать те группы, которые будут посещать наших избирателей на дому для голосования именно на дому. То есть будет обеспечена прозрачность этого процесса, контроль за ходом голосования. Хотелось бы отметить, что в принципе привлечение именно независимых наблюдателей, то есть не просто представителей от определенных кандидатов либо партий при проведении процедуры голосования надомного, а именно независимых наблюдателей, то есть тех, которые не аффилированы, не представляют ничьи интересы. В рамках подготовки к выборам состоялось более 70 семинаров, где прошли обучение свыше 5000 потенциальных наблюдателей, которые будут обеспечивать легитимность избирательного процесса. Основной мотив, вот то, что я увидел, он достаточно прост. Как раз сомнение в том, насколько возможны выборы прозрачные, привлекает граждан к тому, чтобы стать участниками избирательного процесса. Чтобы перейти вот эту грань между тем, что ты просто голосуешь, к тому, что ты можешь нести некую общественную лепту в наблюдении и сделать выборы еще более легитимными и прозрачными. При этом, вы знаете, как жизнь устроена. Я думаю, что нарушения могут быть. Главное, правильно от них отреагировать в правом поле. Потому что нарушение – это ни хорошо, ни плохо. Это как некое следствие организацию любого процесса. Наша задача – минимизировать эти риски и, самое главное, сделать их прозрачными для всех граждан, которые имеют право на голосование. Напомним, общественный штаб наблюдения за выборами в Самарской области начал свою работу в марте этого года. Председателем стала член общественной палаты региона Галина Николаева. Сопредседателями – председатель комиссии по вопросам законности, правам человека, взаимодействия с судебными и силовыми органами общественной палаты Виктор Полянский. А также эксперт комиссии Владислав Волков. В состав штаба вошли 16 человек. В том числе и генеральный директор телеканала «Самары ГИС» Елена Кольцун. Специальная комиссия проверит архитектурную ценность подлежащих к сносу аварийных домов в Самаре. Предстоит решить судьбу 127 зданий, расположенных в историческом сердце города. Теперь, когда Самара получила статус исторического поселения регионального значения, важно не допустить уничтожения ценных объектов. Тему продолжит Михаил Ермоленко. В поле зрения специалистов попали 127 объектов исторического центра Самары, которые были признаны аварийными и подлежащими сносу. Все эти строения в разные годы получили такой статус. Многие – более 10 лет назад. Почти все они уже расселены. После того, как город получил статус исторического поселения регионального значения, необходимо индивидуально изучить каждую постройку и не допустить уничтожения ценных исторических объектов. Для этого по поручению главы города Елены Лапушкиной создали специальную межведомственную комиссию, задача которой – более детально изучить каждую постройку. Члены комиссии будут ежедневно осматривать по 10 аварийных объектов с тем, чтобы дать им оценку. Цель данной комиссии – еще раз обойти объекты, которые признаны сейчас аварийными и под снос. Данные объекты в основном расселены, то есть снос этих домов ожидался либо в 2022 году, либо в 2021 году. Сейчас данной комиссии после обхода и определения, так скажем, дальнейшей судьбы этих объектов, будет принимать решение о целесообразном сохранении объекта, либо все-таки продолжить снос данного строения. По 37 адресам, находящимся в списке проверяющих, есть судебное решение о сносе. По некоторым строениям он должен начаться уже в этом году. Однако результаты осмотра этих объектов комиссии могут стать основанием для пересмотра и отмен решения. По результатам вчерашней работы, 4 – это точно неценные объекты, внутриквартальные, руинированные и без признаков какой-либо ценности. 4 – абсолютно точно, что они попадают, ну то есть это ценные градоформирующие объекты, они еще и попадают в зоны охраны объектов культурного наследия. И 2, которые, скорее всего, попадают в зоны охраны объектов культурного наследия. К примеру, строение по адресу братьев Кристелевых, 30. Ранее признали аварийным и собираются сносить. Но члены комиссии с таким решением не согласны. По словам специалистов, нужно по возможности пересмотреть это решение и присвоить зданию статус подлежащего реконструкции. За моей спиной как раз объект, который все согласны, вся комиссия согласна, что он попал, но не по назначению. Потому что объект, ну визуально, конечно, надо смотреть еще техническую экспертизу, но видно, что объект в хорошем состоянии, что его нужно сохранить. По адресный обход помогает определить и особенности сноса тех зданий, которые не представляют никакой ценности. Все работы необходимо провести так, чтобы не навредить соседним строениям. В случае, если у дома имеются какие-то отдельные интересные архитектурные элементы, перед сносом их будут демонтировать и обязательно сохранят. Михаил Ермоленко, Василий Колдашов. События. Погода в Самаре продолжает бить все температурные рекорды. За лето вода в Волге прогрелась до 28 градусов. И это самое большое значение за последние 30 лет, что привело к активному росту водорослей. Безопасно ли нежиться в такой теплой, но зеленой воде, выяснила Мария Левина. Слушай, ну на вид она еще ничего, не такая уж и зеленая. Что, пошли попробуем, правда ли? Закипает. Температура воды в Волге этим аномально жарким летом поднялась до 28 градусов. И это в конце августа. Тем самым, побив рекорд 2010 года, тогда она поднималась до 26 с небольшим. Для сравнения на экране представлена карта температурного режима вод Черного моря по курортам. Наибольшего значения море достигает на Абхазском побережье – 27 градусов. Выходит, что средняя Волга в этом году оставила позади популярные курорты. Впрочем, не все самарцы это оценили. Некоторые считают, что водичка по-прежнему прохладная. Я ножками попробовала, хорошее. Мне показалось холодное, потому что ветер холодный дует. Прекрасная вода. Часто бывает на Волге? Ну, все время, каждый день. Пока была жара вся, вода такая же теплая. Просто было заходить контрастнее, за разницу в температурах. Сейчас очень комфортно. Слушай, ну вода правда, парное молоко. Пошли купаться. Почему? Ну, как знаешь. А я, как истинная волжанка, такой возможности точно не упущу. Из-за жаркой погоды и теплой воды в Волге активно начали расти водоросли. Те самые, из-за которых гибла рыба. Поэтому у многих возник вопрос, безопасно ли плескаться сейчас в реке. Длительные по времени и очень жаркие дни, ну реально аномальное лето, здесь все все понимают, привели к бурному росту сине-зеленых водорослей, которые в одно время суток дают кислород, а в другое время суток его поглощают. И поглощает его очень много. Для малька, который всегда обитает на мелководье, у него это катастрофа. Малек умирает. Для человека здесь никакого вреда мы не видим. И эксперты наши как бы тоже однозначно говорят. Но есть сопутствующий фактор. К таким можно отнести, например, аллергию. В целом же, со слов экспертов, опасаться нечего, поэтому продолжаем ловить последние летние деньки. Ну что, водичка просто супер. Все целые 28 градусов. Да и осень, по предварительным прогнозам, в Самаре ожидается теплая, настоящая бахта на стену. Это значит, что самое время закупаться новыми купальниками. Они будут весьма кстати. Мария Ельевна, Константин Головин, Андрей Антиков, Забытие. Пять медалей разного достоинства завоевали самарские спортсмены на первенстве и чемпионате России по вейкбордингу. Соревнования традиционно прошли под Новокуйбышевском. С чемпионами встретился Сергей Кизоркин. Москвич Николай Волохов приехал в Новокуйбышевск за третьей золотой медалью чемпионата страны по вейкбордингу. Он потомственный спортсмен. Мама 24-кратная чемпионка Европы и 8-кратная чемпионка мира по водным лыжам. Когда подросткам он осваивал доску, конкуренции как таковой не было, рассказывает чемпион России. Сейчас все сложнее завоевывать призовые места на крупных соревнованиях. Тем более стать чемпионом страны третий раз подряд. Николаю Волохову это удалось. Я сделал все трюки в разные стороны, в разные ноги. И я сделал вот пять пятых элементов, пять пятых мобок. Когда ты делаешь элементы, еще добавляешь к нему 540 градусов. Ребята с каждым годом все больше и больше делают трюки. Вот Стас Фидельский, 14-летний пацан, который делает трюки запредельного уровня. Я вот смотрю и каждый раз волнуюсь. На соревновательный круг выходили не только мужчины, но и девушки. Среди них и звезда национального масштаба, победитель первенств и чемпионатов Европы и мира Мария Волгина. Слава богу, у меня сегодня все получилось. Я смогла победить. Парк очень здорово улучшился по сравнению с прошлым чемпионатом России, который проходил здесь четыре года назад. Очень классные фигуры и все райдеры очень хвалят парк. Первенство и чемпионат России по вэкбордингу проходят в Самарской области второй раз. В этом году было разыграно 12 комплектов наград, в том числе среди паралимпийцев и ветеранов спорта. Всего на старт вышло больше сотни райдеров. За несколько лет после последнего чемпионата России аквастадион кардинально изменился. И теперь здесь могут соревноваться все категории вэкбордистов. Материально-техническая база у нас сейчас, я думаю, лучше в России. По фигурам, по польцевой лебедке, все то, что есть у нас на воде, я думаю, это один из лучших парков России. Сборная команда Самарской области тренируется там же, где и проходили первенство и чемпионат страны. Препятствия спортсменам известны и преодолевали они их почти без ошибок. Наверное, еще и поэтому, уверен руководитель областной федерации по вейкбордингу, самарские райдеры и завоевали пять медалей разной чеканки. Сергей Кизоркин, Максим Гусев, События. На этом наш выпуск завершен. Будьте здоровы, всего вам самого доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова